Субтитры создавал DimaTorzok Это что? Да книги берешь? Зачем? Для работы мне нужны Ну ты же говорила, что все можно найти в интернете Ну эти нельзя, они редкие Ой, господи, боже Между прочим, для того, чтобы в будущем забеременеть, тебе нужно набрать вес Мама Вообще не понимаю, зачем тебе куда-то ехать, а? Ну что тебя здесь не устраивает? Ладно, Семен скоро выйдет на пенсию Будешь деток в литературе учить А хочешь, папа, устроит тебе вестник спасателя Займешься журналистикой Мам, ну какой журналистикой? Тем более вестники спасатели, о чем ты говоришь? А ты что думаешь, в столице? Так легко можно найти работу, там все своими занято Ну найду какую-нибудь, но мне сейчас это не важно Мне сейчас самое главное Встретиться с профессором Тихорецким И чтобы он одобрил мою диссертацию Опять двадцать пять Тогда слушай меня хоть раз в жизни Если моя гипотеза о Гераклите подтвердится То это изменит не только философию Но и взгляд на историю древнего мира в целом А вам, может, ты тоже за Гераклита собралась? Девчонки, привет О, а чего еще не собрано? Держи Золотой фронт МЧС Старшина выбросить хотел Еле отбил Вот в столице такой точно нету Ну что, молодец, Киа? Пап, молодец! Так, давайте, давайте, бегом А то на автобус опоздаем Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, проводили? Ну, молодцы! Лен, не паникуй Она, она взрослая барышня Все, говорить не могу Я задета Что еще? Лена, у меня полно вкусной и здоровой еды Все, Ева появится Я тебе отчитаюсь Извини, Том Что случилось? Да в том-то и дело, что ничего не случилось Этой Ленке лир бы попереживать Можешь подумать, что Еве не 28, а 8 лет Ей замуж давно пора А она никак ее отпустить не может Вырастила старую деву Да ладно, Лиз Рано ты ее старое дело записываешь Ну что значит рано? Мужчины сейчас вообще Жениться не хотят А зачем это им нужно? Можно каждый день женщину менять Это называется Свободные отношения Что пишут? Спрошу иначе Графиня уже отдалась садовнику? Что, глыхнемая? Что читаешь, спрашиваю? И что? А что конкретно вас интересует? Женщины Секс Наркотики Слушай, что вечером делаешь? Хочешь урок большой и чистой любви? Знаете, ваша тяга к тенденциям парадоксальных иллюзий Не столь оскорбительна, сколько наивна Неужели вы действительно полагаете Что интимная близость и хомо сапиенсов Возможно в контексте подобных обстоятельств? Или вы намеренно культивируете в себе животные инстинкты Игнорируя этическо-социальные нормы человеческого мира? Ты сильно умная, да? Типа я ***, а ты профессорша Сумочку изволили забыть Экая досада Вновь придется лицезреть мою парадоксально животную морду П1-2 раз, 1-2 раз, 1-2 два Дорогие друзья, не упустите свой шанс только сегодня Коля, Коля, чуть-чуть низов добавь Дорогие друзья, в день торжественного открытия нашего супермаркета Вас ждут лучшие цены и небольшой выбор товаров Скидки и еще Только сегодня вы можете получить скидочную карту в подарок До открытия осталось 40 минут Зовите друзей и родственников, приводите детей Ну что, у тебя готово все? Герман Николаевич, у нас все готово Владислав Андреевич, супруга еще не приехали? Люди из мэрии интересуются Мы начинаем без опозданий, они торопятся Так займи их чем-нибудь Провести им экскурсию Дегустацию, возьми коньяк подороже, уйти тебя что ли? Понял, сделаем Давай, давай Почему не работает фонтан? Девушка 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 Куда едем, девушка? Девушка, комфортный проезд в негурящем салоне С водителем, который молчит, как рыба об лед Черепно-мозговая травма Два сломанных ребра И перелом челюсти Степа, надо уметь общаться с клиентом Так куда мы едем? Да куда ты лезешь поперед батьки? Куда едем, красавица? Сейчас у меня тут точный адрес Что-то потеряли? Что случилось? Вам помочь? Так, пищевек и телефон Понятно Что ты лезешь? Герман Николаевич Люди из мэрии нервничают Говорят, что у них нет столько свободного времени Коньяк наливал? Коньяк, что наливал Даже четыре длинных тоста произнес Еще налей Они не хотят Говорят, что на работе не пьют Ну, Владислав Андреевич, скоро будет? Не знаю, трубку не берет Да Как? Отменяем все Бельский в аварию попал Как отменяем? Я сказал, отменяем все Давай, иди Закончили? Нет Можете, пожалуйста, дать мне второй листочек? У меня не помещается Что не помещается? Что вы там вообще пишете? Русый Лохматый Сильная небритость Что это такое? Описание человека Который украл у меня телефон и кошелек Вы видели, как он это сделал? Тогда почему вы решили, что это он? У нас с ним было неприятное общение После чего я пересела А сумка осталась лежать возле него Потом он пришел и с ухмылкой вернул мне сумку И по ствактам было понятно, чему он ухмыляется Все это лирика Ухмылку к делу не пришьешь Вы слышали поговорку Не пойман, не вор? Так поймайте его Знаете, мне не важно, что у меня пропали деньги и телефон Там просто в кошельке лежала флешка На ней моя диссертация У меня полетел компьютер И флешка это единственный носитель Вы понимаете? Понимаю Будем искать Подписывайтесь заявление Мы вам позвоним А куда вы позвоните? Телефон же украли Вы можете позвонить моей бабушке Прекрасно, пишите номер Кстати, я могу позвонить от вас? Я это, она волнуется уже Звоните Спасибо Осанку можно исправить в любом возрасте Есть очень много техник на этот счет Например, представьте себе Что волосы у вас собраны в хвост на макушке И невидимая рука тянет за этот хвост вверх Том, а ты все равно сутулишься Я? У меня идеальная осанка Ты просто себя со стороны не видишь Можно подумать, ты себя видишь Странно, бабушка должна быть дома Поставьте число и подпись Это еще что такое? Да это митинг Защитники прав животных Требуют, чтобы мы прекратили носить мех И есть мясо Будете? Нет, спасибо Я вегетарианка Вот у вас в травоядных кошельке и воруют Потому что внимание рассеянное Мясо вся сила Мя-я Убийц Кответу! Убийц Кответу! Убийц Кответу! Убийц маленьких, несчастных, без защиты, жертвых Убийц брак и сложных меньших Убийц к ответу! Убийц к ответу! К ответу же вольёров, Юга! Девка! Привет! Ты какими судьбами? Я приехала к профессору Тихорецкому, хочу показать ему свою диссертацию, чтобы он стал моим научным. А, вернее, хотела, а у меня её украли. А где? В автобусе вместе с кошельком, телефонами, но это ничего страшного, я всё восстановлю. Ну, а где жить собралась? У бабушки. Завтра пойду искать работу. Зачем искать? Давай работать у меня. Знаешь, я не думаю, что у меня получится, потому что, ты же знаешь, что я не люблю всякие митинги, демонстрации. Ага! Нет, это хобби, а работаю я в доме книги. Знаешь такой? Ну, как? Дом книги, самый крупный книжный магазин в городе, и я там замдиректора. Держи, сейчас тебе запишу. Мне как раз люди нужны, а ты для меня идеальный вариант. Посмотрите в мои глаза! Убийц к ответу! Убийц к ответу! Убийц к ответу! Спасибо. А когда приходить? Завтра к 10 утра, а я договорюсь и собеседование. Ну что, до завтра? До завтра. – Эва! –郑 geil! Ты мясо не ешь? – Не. – Молодец. Убийц к ответу! Убийц! Держи убийцу! Убийцу! Ну, держи! Убий! 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 Кошвету! Куда он уехал? Ну, ладно, пойду я. Нам ещё в ЖАЭК зайти, квитанции забрать. У тебя пирог сгорел. Ой! Ой! Ой, Тун! Может, останешься? Победаешь с нами? Не-не, спасибо, Лизу. У вас свои дела семейные. Ты его больше года не видела. Ну, вот. Давай. Я пойду, созвонимся. Жизнь, ты какой? Вызываемый абонент временно недоступен. Странно. Вообще странно. О, Господи… Мама! Мам, я вот… У тебя уже? А она не берет телефон? Нет, она пока не у меня. Я её тоже набирала, но она вне зоны. Послушай, с ней что-то случилось, я чувствую. Так, перестань паниковать. У неё, может быть, просто батарейка села. Или автобус вдруг сломался посредине поля, а там нет связи. Поля? Ну, это я так просто тебе для примера сказала. Всё, сейчас я позвоню на автовокзал, узнаю, пришёл ли автобус. Я тебя перезвоню. Жди. Сейчас, сейчас, сейчас… Так. Мужчина! Мужчина! Куда вы, как права-то? Юлечка, не надо, это ко мне. Вы Герман? Да. Что вы? У Владислава Андреевича, травма позвоночника и лёгкое сотрясение. Состояние стабильное. Пчастью, он был преступник. А вот его жена… Светлана Еленична, здесь ситуация похуже. Полицейский, я не знаю, что это было, что это было. Мальчики сказали, что она сидела на переднем сиденье, а ремень безопасности был отселут. И что с ней? Черепно-мозговая, обширное кровоизлияние. Сейчас сделают операцию. Состояние стабильно тяжёлое. Всё, Лена, прекрати панику. Прекрати, я тебе сказала. Нет, не дозвонилась. Ну почему, 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 потому что занято там всё время в справочной, на автостанции. Всё, я тебе сказала, остановись. Я еду уже, всё. Слава Богу. Ну, слава Богу. Привет, ба. Привет. Привет, моя дорогая. Ну вот, поговори сама со своей малахульной матерью. Алло, да, мам. Всё в порядке, я просто потеряла телефон. Да, да, я тебе перезвоню с нового номера. Всё, мамочка, давай, пока. Целуй папу. То есть, как, как потеряла телефон? Украли. Представляешь, со всеми документами, с кошельком. И самое главное, с флешкой. Где диссертация? Я только ради неё и приехала. Ой, ты не представляешь, с каким трудом я получила доступ к этим документам. Два года бессонных ночей. Слава Богу, хоть на профессора Тихорецкого не успела выйти. А что за диссертация-то? Как называется? О, баба, крайне интересная тема. Псевдо-гиппократовский трактат об образе жизни. Как источник для изучения и реконструкции гераклитовского учения. Девочка моя, это тебе зачем? Тебе замуж нужно, а не гиппократа с гераклитом изучать. Бабушка, ты не понимаешь, это же будет сенсация, культурный переворот. Я всё поняла. Замуж ты, моя дорогая, не собираешься. О, слушай, у меня есть старый телефон, очень даже приличный. Сейчас я тебе дам. Ага. Вот. И денег на первое время. Денег не надо. Я лучше знаю, надо или не надо. Мой руки и за стол. Простите, что там? Операция прошла хорошо. Светлана Ленишна сейчас на ИВЛ. А это? Искусственная вентиляция легких. А она в сознание пришла? Нет. Она в коме. К сожалению, больше пока ничего сказать не могу. Всё решат в ближайшие сутки. Извините. 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 Ева. Ева. Просыпайся. Просыпайся, девочка моя. Просыпайся. Проспишь своё собеседование. Давай, моя хорошая, давай. Давай, давай, давай. Я жду тебя. Завтрак готов. Вставай, вставай. Доброе утро, ба. Доброе утро, моя хорошая. Доброе утро. Да, он действительно попал в аварию. Но вы не волнуйтесь, наши договорённости в силе. Да. Хорошего дня вам, да. Спасибо. Ева, ты что, вот в этом собираешься идти? Да, а что? Нет, ну, вообще-то в таком костюме только в похоронном бюро хорошо работать. Вот если бы ты стала офис-менеджером, тебя бы туда взяли, между прочим, без всяких собеседований. Я в этом уверена. Ты бы носила мини-юбку. А что, ты же красавица у меня. У тебя ноги, у тебя фигура модельная. Это же всё надо людям показывать. Во-первых, у меня никогда не было и не будет мини-юбки. Это вульгарно. А во-вторых, ну какой из меня офис-менеджер? Мне сейчас нужно восстанавливать диссертацию, а лучше места, чем книжный магазин, для этого не найти. Ну, всё, мне пора идти. Как? Подожди, ну ты же ничего не поела. У тебя времени полно ещё. Хочу прогуляться. Не заблудишься? Так, вечером не задерживайся. Я пригласила Иннокентия, ну, чтобы пианино в порядок привести. Мы с тобой вечером будем музицировать четыре руки, как в детстве, помнишь? Да. Давай, пока. Пока, лапушка. Удачи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как прошла ночь? Все спокойно. Сердечные показатели в норме. Сердечные? А разве оперировали не позвоночек? Да, но во время операции возникли серьезные осложнения со стороны сердца. Влад, Влад, он вас не услышит. Владислав Андреевич находится в медикаментозном сне. Когда он придет к себе? Когда мы прекратим поддерживать сон. Ну а какие прогнозы? Он остановится? Сложно сказать. Вообще это чудо, что Владислав Андреевич и жена после такой аварии остались живы. Извините. Простите, пожалуйста, вы не подскажете, как пройти к дому книги? К дому книги? Сложно объяснить, но мне по дороге пойдемте. Спасибо. Поехали. 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 Здравствуйте. Господин Абельского, хотя и серьезная травма, но шансов на восстановление у него гораздо больше, чем у супруги. Слишком большой участок мозга у нее поврежден. Так что даже если случится чудо и она очнется, я боюсь, будет растением. Извините. Субтитры создавал DimaTorzok Чего вы к нам не заходите? Здравствуйте, проходите, мы вас ждем уже давно. Идемте, идемте, она вас ждет. Анечка, где она? В подсобке? Да, сейчас принесу. Простите нас за задержки, это не наше виночестное слово. Из Миланы она вылетела вовремя, у нас на таможене тормознули. Короче, ну все как обычно. Но есть хорошая новость. Теперь она стоит не тысячу евро, а восемьсот. Представляете, восемьсот, это же вообще копейки. Посмотрите, все как вы хотели. Вы меня с кем-то перепутали, я это не заказывала. Я вообще дом книги ищу, простите. Да. Да, да ладно, быть такого не может. Ну, хорошо, я сейчас приеду. Ну, хорошо, я сейчас приеду. Ну, не прошло и полгода. Поспелов злой, как дракон, и всем уже с утра люлей выписал. Прости, Мариша, ты все мой типографический картинец. Ему и расскажешь? Давай. А вы стоите в полку, подпираете, ждете чего-то. Привет. Привет. Ну что, у себя? Ага, только у него сейчас Надя, и это надолго. Ну стоите, все, идите отсюда, пока я вас не могу. Надька. Не лучшее время девочки для собеседований выбрали. Ему бы сейчас кролика в клетку или кусок сырой телятины. Ой, извини, все время забываю, что ты из этих, как вегетарианка Люся. Денис Сергеевич, к вам Марина Викторовна со своей протеже на собеседовании. Пусть заходят. С Богом. Я вас ждал 25 минут назад, Марина Викторовна. Простите, Денис Сергеевич. Добрый день. Я просто первый раз в столице, вот, решила прогуляться и заблудилась. Простите. Да ничего, не беспокойтесь, это бывает. Меня Денис зовут. Ева. Очень приятно. Вы филолог? А я говорила, мы на одном курсе учились. А, да-да-да, я вспомнил. Ой, простите, пожалуйста, буквально секундочку. Алло, да, Вадим Константинович. Понял. Добро сделаем, конечно. Да, конечно. Спасибо. Вениченко звонил? Угу. Что хотел? Ему нужно подарочное издание известного романа, но не нового. И чтобы автор с Прибабахом хочет произвести впечатление на партнера-интеллектуала. Ну, тогда Амман или Гессе? Не думаю. Может, Хаксли? Не тот масштаб. А, а предложите ему Улисса Джеймса Джойса. Ну, это роман всемирно известный, в свое время произвел огромный фурор. И, к слову сказать, Улисс первого издания с автографом Джойса стоит сто тысяч евро. И это самая дорогая книга двадцатого века. И Прибабахов у Джойса хоть и добавляй сразу три фобии. Вода, собаки, молнии. Прекрасно. Это прекрасная идея. Тем более, что у нас есть подарочное издание Джойса. Правда, без автографа. Пока. Поздравляю вас. Вы приняты. Спасибо. Хорошего старта, как говорится. Марина, вы можете ознакомить Еву с работой отдела. Угу. Поздравляю. Ну, пойдем ознакомливаться. Приятного дня. Всего хорошего, Денис Сергеевич. Ева. Это где? А, о, я вижу. Угу. Привет. Ну? Ну что, ну, я тебе все рассказала. Ну, я стояла, поправляла Минькен. Тут вижу, она идет какая-то перепуганная, вся потерянная. Ну, вообщем, я в магазин пригласила к раствору и подрезала. Жизнь, это розыгрыш? Это вообще сейчас не время, Вика. Какой розыгрыш? Я тебе серьезно говорю. Ты перепуталась, Кирилл. Блин, Керман, я пельскую не узнаю. Я по-твоему. А с тобой вообще все нормально? Керман, а с тобой все нормально? Что у тебя с лицом? Громой. Потом. Все потом. Ну, куда она пошла? В дом книги. В дом книги? Ты серьезно сказала, в дом книги? Ты... А сегодня приедешь? Нет. Почему нет? А мы больше недели уже не пустим. Ну, я не могу. Когда ты можешь? Ну, не надо сейчас бежать, я позвоню тебе, ладно? Как обычно. Улыбается она. Угу. Значит, здесь у нас скидки, научная фантастика, детская литература, а там у нас современка. То есть, все современные издания, темы, в общем, все самое современное и актуальное, что у нас сейчас издается. Привет, Марин. Привет. Не уходи. Хочу познакомить. Это Ева, наш новый сотрудник, а это Лариса, она мой зам. Очень приятно. Приятно. Там партию современки завезли, пойду у ценники наклею. Ну, пойди, пойди. Мариса думает, что она у нас Марлин Ларо трескалась в нашего поспелого, как кошка, ходит за ним кексики, готовит. А он на бедняжку внимания не обращает. Почему? Ну, откуда я знаю, почему? Ну, зная Марису, она уже все решила, их поженила, детей родила и покрестила. Блин, двоечница, ну, не видать ей поспелого, как с мехушей, но спеданты любят порядок. Кстати, ты заметила, как он на тебя смотрел? Кто директор? Он был еще кто-то. Господи, такой прямо котик стоит, глазки блестят. А эта фишка? Марина Викторовна, покажите Еве ее рабочее место. Ну, нормально. То есть я Викторовна, как какая-то тетка, а ты у нас Ева с Адемского сада. Перестань. Просто ты зам, вот и все. Лучше расскажи мне, как дела у Ильи. Не знаю, мы разводимся. Почему? И он садист. В смысле? Две недели назад, когда мы ехали от его мамы, он на трассе сбил кошку. Ну, я уверена, что он не специально. Конечно, я понимаю, что не специально. Я даже понимаю, почему он из машины не вышел. Потому что трасса, и кошке не помочь. Вот чего я понять не могу, как он к этому отнесся. Как? Тоже не трагедия. Это всего лишь кошка. Всего лишь кошка. Ты тоже так считаешь? Нет, но я считаю, что глупо разводиться без кошки. Ну, Илья же у тебя хороший. Был. Знаешь, люди меняются. Он снова начал есть мясо. Говорит, что без мяса он жить не может. Ну, а мне что делать? Я от мяса по ночам кошмары вижу. Так, все, проехали. Не хочу я об этом. Новый клиент. Иди, тренируйся. Боевое крещение? Давай. Вперед, вперед, вперед. С Богом! Ко-бо-абе? Что? Хороший выбор. Если вы, в принципе, любите японскую литературу, парадоксальную простоту и неприглядный нейтрализм. Не то, чтобы люблю, а просто хочется чего-то глубокого и отвлечься от будней. Так отвлечься или глубокого? Просто в этой книге очень много предметных подробностей. Да? Люблю подробности. Хорошо. Вы видите, что тут сразу два произведения. Лично мне «Женщина в песках» давалось сложнее, чем «Чужое лицо». А то так я ее беру. Спасибо вам. Ева, касса вон там. Вас проводить? Не-не-не, я найду. Приятного чтения. Спасибо. Вы на месте? Подождитесь меня, пожалуйста. Буду минут через сорок. У меня к вам важный разговор. Ну что? Как твое первое боевое крещение? Все хорошо. Но только он мне показался немного странным. Такое ощущение, что им вообще было все равно, что брать. Это еще нормально. Попадаются такие клиенты. Ко мне раз за день пришел, говорит, можно мне Камасутру с иллюстрациями звезд современной эстрады? Я ему, что? Он у друга моего такая есть. Нормально. Кстати, как вам? Работается? Никто не обижает? Нет. Все хорошо. Спасибо. Читали? Мэтью Перл. Дантов клуб. Загадочный мир Бостона. Такие увлекательные интриги. Увлекательные? А что именно вам кажется там увлекательным? Воссоздание пыток кругов ада? Или смерть, закопанного вниз головой священника? Ну нет, я так, а Романя в целом. Ну, в общем, вы работайте. Хорошего дня. Я у себя буду, если что. Ой, респект. Ну, пойдем. Ну, это же обман. Да такая ответственность. Василий Семёнович, что вы, я не прошу вас никого обманывать. Вы просто приведете Светлана Юлиния, что в палату с ограниченным доступом персонала. А Александру Андреевичу скажете, когда ее спросят жене, что она проходит реабилитацию, идет на поправку. Зачем? Все равно ведь правда рано или поздно выплывет наружу. Ну, пускай выплывет. Но только попозже. Тогда это не станет таким ударом для него. Владислава Андреевичу нужно окрепнуть. Вы же сами сказали, что он слаб. А представляете, если он узнает, что его жена в коме. Что тогда с ним будет? Не знаю, не знаю. Я вас очень прошу. Браво, маэстро, браво! Анакентий, а вы не задумывались всерьез о карьере музыканта? О, вы знаете, да, задумывался. Но в этой сфере очень много интриг и завистников. И мне как-то всегда, знаете, как-то не по себе в этой компании. Да, вот. Давайте я вам еще одну вещь сыграю. Сейчас. Вот это из раннего Моцарта. Да. Правесила. Ну… Вот это из раннего Моцарта. Да. Брависсимо, дорогой мой. А не выпить ли нам с вами, дорогой мой, чайку? А знаете что? Давайте. Да. Ты на метро? Нет, я хочу пройтись. Ладно. Хорошо вписалась в коллектив. Спасибо. Спасибо. Понимаете, Елизавета Кирилловна, в наше время настоящую музыку уже не пишут. Человек он что? Он ленив. Он предпочитает свое вдохновение доверять этому компьютеру. Да. Надо быть в вычислении. Все эти расчеты, пересчеты. Мне кажется, что в ближайшем будущем нас поработят машины. Вы сгущаете краски, Иннокентий. Нет. Искусственный интеллект – это самая страшная, ужасная угроза всего человечества. Да вы что? Добрый вечер. А вот и моя красавица-внучка. Иннокентий, все, что вы мне сейчас рассказывали, ей будет чрезвычайно интересно. Мне пора. Я пойду. Я вспомнил, мне нужно бежать. А что такое? Правда. Хорошего вам. Было очень приятно. Хорошего вечера вам. До свидания. Счастливо. Что это с ним такое случилось? А кто это? Иннокентий. Вы что, за мной следите? Да. Простите, если напугал. Что вам нужно? Буквально пару минут вашего времени, если можно. Зачем? Здесь не очень удобно говорить. Давайте присядем здесь и… Хорошо. Но мне, правда, всего пара минут. А я уложусь. Присаживайтесь. Ну, я не могу сейчас приехать. Ну, Сереж, ну ты же знаешь, здесь очень строго. Ну, меня уволят, если я уйду. Алло. Алло, ты меня слышишь? Вот что за манера трубку бросать? Что ты хочешь? Устал мужик. А я тоже устала. Я третью ночь не сплю. А они не такие выносливые, как мы. А что там, Антошка? Да. Слава Богу, пока без изменений. Но мужу дали список лекарств и сказали примерную стоимость. У нас нет этих денег. Так это первый этап. Вообще неизвестно, поможет ли. Надо надеяться на лучшее, что все будет хорошо. Что хорошо, Тань? Они сказали, что в стране таких детей на пальцах пересчитать. Лекарства нет. И чем лечить, вообще непонятно. Ну, значит, надо обращаться в эти благотворительные фонды, организации. Спонсоров найти. Кстати, у нас же этот лежит. Бельский. Ну, с женой он в аварию попал. Ну, ты ему капельницу делала. Ну, лежит и что? Ну, как что? У него же денег, куры не клюют. Да для него тысяча долларов, это так, фантики. Вот плохо ты их знаешь. Там тут тысячей не обойтись. Так, давай, пей чай. Не хочу этого очень. Пей чай. Пей чай. Вам что заказать? Чай, кофе, может быть, сок? Давайте сразу перейдем к делу. Хорошо. Что там? Посмотрите. Давайте без этих дешевых спецэффектов. Я не буду заглядывать внутрь, не зная, что там. У вас и характер. Это что, я? Я не буду заглядывать внутрь. О, я не могу. 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 Продолжение следует...